Ну что, дорогие друзья, Сеул-Канвон 1-0, пока хозяева впереди, очень интересный. Первый тайм мы с вами посмотрели и самое время его обсудить. Самое время поговорить о самых важных моментах первых 45 минут. Григорий Саныч, каково ваше мнение по поводу этого тайма? Я же вам сказал, я сегодня болею за Сеул, потому что я очень хочу изменения, действительно, каких-то серьезных изменений в нижней части турнирной таблицы, потому что уж очень как-то все, я не знаю, зацементировалось. Никаких таких маленьких революций мы с вами не наблюдаем, а очень жаль. Очень жаль. И сегодня вот в этой игре между Сеулом и Канвоном как раз есть шанс для того, чтобы каким-то образом взорвать ситуацию. Потому что Канвон цепляется за шестую позицию всеми когтями, а Сеул, клуб именитый, клуб, который всего лишь 4 года назад был чемпионом страны, и вдруг растерял не пойми куда и не пойми как весь тот футбол, которым он славился, и влачит жалкое существование на дне турнирной таблицы на строчку выше Инчхона. Ну вот как-то обидно очень за Сеул, в котором играли очень многие известные футболисты, и Ким Дон Джин, допустим, который в Питере играл в «Зените», помним такого Лихо, и Ким Дон Джин, он игрок Сеула, и очень многие футболисты. Кики Мусампа сам играл за Сеул, понимаете ли. Гюнеш тренировал этот славный клуб. Да нет, но это все, конечно, лирика, а на самом деле для обострения ситуации это просто необходимо. Я очень рад, очень доволен тем, что Сеул забил, и мы, когда комментировали игру Сувона и Сеула, как раз отмечали, что по большому счету у этой команды, ну, есть очень много таких ситуаций, когда они доводят дело до предпоследнего паса, да, а вот дальше все, дальше все разваливается. Сегодня вы правильно отмечали в первом тайме, что Сеул, ну, реально с другим настроением вышел. Я давно не видел, не то чтобы давно, я вообще, по-моему, не видел Сеул, который вот так бы играл на опережение, Сеул, который таким образом притсинговал, Сеул, который таким образом обозначал свой статус хозяина поля. Ну вот у нас фрагменты первых 45 минут, в минут 20 со стартового свистка ничего особо интересного не было. Ну, там пара моментов была, когда бил поворотом, мы помним с вами Чхо Юн Ук, головой бил поворотом одиннадцатый номер Сеула, на мой взгляд, пожалуй, самый активный. Вот был хороший момент, когда Ли Джак Вон, А, нет, это... Это у нас Ким Джун Хюн, да. Да, Ким Джун Хюн бил поворотом. Одна из немногих комбинаций, которая была выполнена здорово. Хотя Ян Хан Бин, как мне показалось, все-таки контролировал полет мяча. Могу ошибаться, конечно, но достаточно далеко он вышел из ворот. И вот посмотрите, как пытается, по крайней мере, но это, может быть, не самый показательный эпизод, да. Вот еще один момент, когда дело закончилось ударом в цель. Но мы увидим с вами, как пытается Сеул постоянно играть на опережение. Ну, это повтор эпизода, когда футболисты Канвона наносили удар поворотом. Ну, достаточно уверенно сыграл Ян Хан Бин. Вот здесь очень красиво развивалась атака Сеула. Несмотря на радость, вот этот момент. Вот как раз вот этот вот удар Чхой Юнука. Очень активен он был на правом фланге. Я вообще хочу сказать, что, может быть, Сеул сыграл еще и настолько вариативно, что мы, пожалуй, впервые говорили с вами о том, что оба фланга у команды действовали активно. Слева это Хан Мин Юн и подключение Кок Ван Мина, капитана команды. И вот вам голевой момент. Голевой момент. Тащит мяч игрок Сеула. И передача Хан Мин Юну, который, не раздумывая, после небольшой обработки, ну, чуть-чуть раздумывая, бьет поворотом. Очень красивый гол. И сама атака развивалась достойно. И удар прекрасный. Во многом, наверное, неожиданный. Если бы здесь 37-й номер Сеула пробил не точно, мы бы его ругали, что упустил такой момент и можно было сыграть в пас. Но победителей не судят. Ну, еще раз смотрим. Три человека, по сути дела, шли вперед у Сеула. А в атаке участвовали вообще двое. А бил поворотом вообще один. И пробил очень точно. Хан Мин Юн. Мы уже говорили о том, что и для Канвона, и для Сеула вот эти последние игры чрезвычайно важны по одной простой причине. Наконец-то произошла некая стабилизация состава. И ни одного иностранца сегодня на поле. Ни одного. А в заявках всего лишь навсего один Икрамжон Алибаев. Который, кстати, не очень хорошо сыграл против Сунама. Там, откровенно говоря, привез гол. Но вот здесь еще одна похожая атака Сеула. Начинается череда опаснейших моментов возле ворота Либунсу. Он чуть ли не постоянно в игре. И тут через буквально несколько секунд будет еще один момент, когда передача была сделана неточной. А так, позиция для атаки была чертовски хороша. Там поскользнулся игрок. Все-таки я думаю, что поле не успело как следует просохнуть. Если дождь и закончился, но перед началом игры дождь шел, и дождь был достаточно сильный. Это некие коррективы в игру внесло. И то, что поскользнулся там восьмой номер Лиджаквон, когда пошла вот эта вот голевая атака Сеула, говорит о том, что, в общем, да. Ну, пока можно... Да, причины определенные есть. Пока можно сказать, что вот это мокрое поле действует на арку Сеулу, но еще бы. Домашний стадион. Действительно, гол пришел после ошибки. С небесами? Кто его знает, возможно. Да. Ну, не утренняя свежесть, а вечерняя свежесть помогает Сеулу. Ну что, дорогие друзья, я вот не знаю, сколько у нас еще есть времени на работу в прямом эфире. Еще три минуты нам подсказывают, да? Еще три минуты. Ну, хорошо, замечательно. Очень хорошо. Насколько, вот, Антон, вы считаете, что все-таки вот появление нового тренера для Сеула стало таким эмоциональным подъемным фактором? Я считаю, что это важнейший аспект. От локального успеха Сеула в этом матче и в двух неполных встречах, собственно говоря, правильно вы абсолютно сказали, что любое пришествие нового наставника это стимул для футболистов показывать свою лучшую игру, себя зарекомендовать перед новым главным тренером. И вот на этом подъеме эмоциональном, физическом Сеул сейчас идет к, возможно, даже своей победе к второй виктории подряд. Но не будет ли, ну, это опять-таки гипотетическое рассуждение, естественно, мы с вами уже вспоминали по ходу первого тайма матч первого круга, когда Сеул тоже вел, а во втором тайме Канвон влепил трижды и на этом поставил крест на претензиях Сеула на победу. Но, правда, та игра была у Канвона дома, а здесь игра в гостях. Мне все-таки кажется, что для Сеула эмоциональная составляющая чрезвычайно важна по ходу этой игры. И вот в целом ряде эпизодов мы это увидели. Вот, знаете, конечно, с определенной долей такого скептицизма. Знаете, такие записные болельщики всегда говорят, ну, вот как там вспоминают слова Николая Васильевича Карполя, чтобы глаза горели. А вот глаза действительно вот сейчас горели. Это абсолютно точно. Психологию никто не отменял, и эмоциональную составляющую тоже. И поэтому мне кажется, что Сеул, если доведет эту встречу до победы, то, по крайней мере, ну, я не знаю на сколько процентов, но это будет как раз вот на тех самых положительных эмоциях. Ну, мне так представляется, по крайней мере. Ну, и все-таки не будем забывать, что он сразу съедает вот эту вот разницу в очках. 13 очков у Сеула и 16 у Канвона. И Канвон красиво закрывает первую шестерку, а Сеул очень некрасиво прикрывает вторую. Ну, там ниже Инчхон, но 13 очков, ну, это вот как раз о плотности результатов. Да, там могут все выстрелить. Мы с вами еще в прошлом туре, перед началом прошлого тура, и не предполагали, что Тегу будет на третьем месте. А Тегу, вот вам, пожалуйста, сейчас находятся на третьей позиции. И Соннам, и Сангжу Санму, и Пхохан Стиллерс откатились на четвертую, пятую позиции. Так что очень-очень все плотно. И кто выстрелит, тот и попадет. Ждем второй тайм. Отправляемся на вторые 45 минут матча Сеул-Канвон. Там будет действительно жарко.